Привет, друзья, я рад приветствовать вас на канале Jason Dog. В этом видеоролике я покажу вам, как восстановить UMA на смартфоне Redmi 10. Друзья, маленькая просьба. Прежде чем задать вопрос, досмотрите видео до конца и прочитайте описание к видео. Также ознакомьтесь с комментариями других пользователей. Возможно, ваш вопрос уже задавали и на него есть ответ. Нет никакого желания сотни раз отвечать на одни и те же вопросы. Итак, приступим. Вот так выглядит наша проблема. Телефон загружается в меню Recovery и снизу виднеется надпись NV Data is corrupted. Для начала нужно снять заднюю крышку. Под крышкой есть имейн номер. Нам нужно понять, для какого рынка выпущен этот смартфон. В описании к видео есть ссылка на сайт для проверки смартфона в Xiaomi по имейн номеру. В первую строку нужно ввести имейн номер. Во вторую строку нужно ввести проверочный код – CAPTCHA. Затем нажмите Verify. Если у вас все надписи на английском, значит у вас глобальная версия смартфона. Если видите иероглифы, значит смартфон для китайского рынка. Соответственно, я буду прошивать глобальную прошивку смартфон. Для этой цели я буду использовать платную программу Unlock Tool. Вы можете использовать любую другую на своё усмотрение. В программе Unlock Tool нужно выбрать раздел MediaTek. Указать программе путь к скейтер-файлу инженерной прошивки. Все ссылки есть в описании к видео. Затем кликните по кнопке Flash. После этого с помощью USB кабеля подключите смартфон к компьютеру. На смартфоне нужно нажать все три кнопки. Когда экран погаснет, отпустите кнопку прибавления громкости и кнопку включения. Кнопку уменьшения громкости держим ещё пару секунд. Если все драйверы установлены корректно, начнётся процесс прошивки, который занимает примерно 2 минуты. После прошивки смартфон должен включиться. Загрузчик разблокирован. Видимо, до меня пытались установить кастомную прошивку и затёрли раздел NV Data. Если смартфон загрузится в меню Recovery, то выберите пункт Reboot System Now и коротко нажмите кнопку включения. Когда смартфон загрузится, запустите приложение телефон и наберите команду звёздочка решётка 06 решётка. Оба EMA номера отсутствуют. Выключаем смартфон. Вводим смартфон в режим Fastboot. Для этого нужно на выключенном смартфоне зажать и удерживать кнопку уменьшения громкости и кнопку включения. Когда увидите кролика с паяльником и робота, подключите смартфон к компьютеру. Запустите ADB. Я буду использовать Unlock Tool. Первая команда Fastboot Erase NVRAM. Нажмите Enter. Вторая команда Fastboot Erase NVData. Нажмите Enter. Эти команды очищают блоки памяти, где хранились EMA номера и калибровки сети. Если не очистить эти блоки, то мы не сможем прописать EMA номера. Теперь нужно выключить смартфон. Одновременно нажмите и удерживайте все три кнопки. Я заранее переписал EMA номер из-под крышки смартфона. Копируем 14 цифр. Запустите программу MyUI Meta версия 10.20.44. В платформу Type выберите смартфон. Нажмите Connect. Выключенный смартфон подключите к компьютеру. Кнопки нажимать не нужно. Если программа MyUI Meta остановилась на каком-то этапе, просто переподключите кабель. Затем кликните по значку LoadDB. From Target. Ок. Кликните по строке поиска. Выберите опцию IMAI download. В первую строку ставьте 14 цифр, которые скопировали в буфер обмена. Во вторую строку ставьте те же цифры, но к последней цифре прибавьте единицу. Кликните по кнопке Write. Теперь программу можно закрыть. На смартфоне нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку включения. Смартфон должен загрузиться в операционную систему. Запустите приложение телефон. Снова наберите звездочка решетка 06 решетка. Нужно убедиться, что номера IMAI прописаны. Отлично. Теперь выключаем смартфон и разбираем его. Отстегните шлейф сканера отпечатков пальцев. Выкрутите все винты по периметру. Не забываем извлечь сим-лоток. Снимите рамку. Отстегните шлейф аккумулятора и шлейф дисплейного модуля. Извлеките материнскую плату. И отключите все камеры. Нужно снять защитный металлический экран, который находится над процессором и флеш-памятью. Затем нужно удалить кусочек металлической рамки. Будьте аккуратны, есть риск снести СМД-компоненты или вырвать кусок текстолита, тем самым повредив дорожки на материнской плате. Далее необходимо удалить резистор. Если считать снизу вверх, это третий элемент. Данный резистор можно отпаять паельным феном. Это аппаратная защита. Если не удалить этот резистор, то смартфон не загрузится в обычную прошивку. Ошибка NVData is corrupted останется. Далее откройте проводник. Зайдите в папку с инженерной прошивкой. Затем папка Images. Найдите файл cast.img и скопируйте его. Затем откройте папку с распакованной обычной прошивкой для вашего региона. В этой папке также найдите каталог Images и вставьте файл cast.img с заменой. Откройте программу для прошивки смартфона. Укажите программе путь к скейтер-файлу от обычной прошивки. Кликните по кнопке Flash. На выключенном смартфоне нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости. Подключите смартфон к компьютеру с помощью USB кабеля. Начнется процесс прошивки. Он длится около 5 минут. Я ускорил этот фрагмент на монтаже. Первый запуск будет долгим, около 5 минут. И этот фрагмент я тоже ускорил. Пройдите начальную настройку. Выберите язык. Выберите страну. Согласитесь со всеми условиями лицензионного соглашения. По желанию, настройте блокировку экрана. На рабочем столе найдите приложение «Телефон» и запустите его. Введите команду «звездочка решетка 06 решетка». Оба e-mail номера на месте. Отлично. Это все, что я хотел рассказать вам в данном ролике. Если вам понравился данный ролик, возможно понравятся и другие ролики на моем канале. Подсказки сейчас появятся на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы в комментариях. До встречи в новых видео. Всем удачных ремонтов. Пока. Продолжение следует...